В области Екатеринбург начинают серию репортажей, которые сняли участницы областного конкурса «Маленькая телемиз-2013». Это одно из самых масштабных в области состязаний для детей. Организаторы оценивают не только внешние данные участниц, но и их способность стать звездами экрана. Сегодня три финалистки отправились на встречу с чемпионками баскетбольной Евролиги. Первые шаги в большой журналистике в репортаже моих начинающих коллег. Если футбол – игра миллионов, то баскетбол по праву можно считать игрой миллиардов. Этот вид спорта покорил абсолютно все континенты. Одним из самых значимых событий в баскетбольном мире считается Европейский финал восьми. Бессменным участником этого события уже не первый раз становится клуб ПУГМК. Уральские лисички ловко оставляют всех соперников позади, но каждая игра требует особого подхода и тщательной подготовки. Финал восьми – не исключение. Расскажите, пожалуйста, как вы готовились к финалу восьми? Перешли к таким очень тяжелым тренировкам. Физические нагрузки были увеличены. Мы два раза в день тренировались. И накануне, уже буквально, может быть, за неделю нам их стали сбавлять. То есть мы перешли на одноразовые тренировки, чтобы к финалу подойти свежими. Поэтому, я думаю, это, наверное, и был наш такой немножко секретик. Капитан команды Мария Степанова признается, особую роль в победном шествии УГМК играет коллектив. Все спортсменки хорошо общаются. Девушки постоянно поддерживают друг друга. Но разговаривать в основном приходится на английском языке. В команде девять легионеров из разных стран. Скажите, пожалуйста, в команде много иностранных спортсменок. Как вы с ними общаетесь во время игры? Мы в основном общаемся по-английски между собой. Барьера языкового у нас практически нету, потому что все понимают баскетбол. И можно объяснить жестами. И всегда есть кто-то, кто может перевести, если что. Спортсменки звездной болезнью не страдают. Наоборот, девушки с удовольствием общаются с болельщиками. И не делают большой тайны из своих профессиональных навыков. Даже готовы поделиться с телезрителями любимыми приемами. Мария, не могли бы вы научить меня своему любимому приему? Да, конечно. Я тебе попробую научить переводу мяча под ногой. А свой такой прием с первого раза непросто. Спортсменки рассказывают, главное в баскетболе это слиться с мячом. Например, один американский тренер Геннен Беккер даже дела по дому выполнялся спортивным снарядом в руках. Кроме того, необходимо обратить внимание не только на технику, но и на голос. Он должен быть громким и четким, чтобы игроки понимали друг друга. Но самое главное условие – не опускать глаза. Спортсмен всегда должен следить за противником. Баскетбол требует много усилий, но и дает немало. Скажите, пожалуйста, что лично вам дал баскетбол? Баскетбол дал мне уверенность в себе, в своих силах, здоровье, физическую силу. Когда я была маленькая и еще не играла в баскетбол, я часто болела, постоянно какие-то подхватывала инфекции и болезни. Сейчас я болею очень редко, я считаю, что у меня благодаря баскетболу укрепился иммунитет. Мировые тренеры отмечают, баскетбол полезен абсолютно для всех, особенно для детей. Во-первых, это физическая активность и развитие координации. Во-вторых, усиленно работает мышление, улучшается скорость, реакция и логика. А в-третьих, появляется возможность завести новых друзей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова